Агентство Республики Казахстан Олег Шпикбаев встретился с постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Жаном Франсуа Марто. На совещании также приняли участие специалисты по вопросам государственного управления Центрального офиса организации в городе Вашингтон, США. Стороны обсудили вопросы антикоррупционной политики в Казахстане и достижения страны в разрезе индикаторов государственного управления Всемирного банка. По итогам встречи стороны договорились проработать вопросы внедрения цифровых систем по выявлению коррупционных рисков и превентивно-профилактической работе, целевого финансирования актуальных проектов агентства, а также распространение казахстанской практики противодействия коррупции в Среднеазиатском регионе. В соответствии с принципом слышащего государства, председатель агентства в онлайн-режиме принял жителей города Алматы, Акмолинска и Западноказахстанской областей. По их жалобам дал соответствующие поручения руководителям территориальных департаментов. На площадке агентства в рамках проекта «Антикорлайф» в прямом эфире состоялись онлайн-интервью с участием руководителя информационно-просветительского штаба по городу Нурсултан Садьбека Тубель, члена Национального совета общественного доверия при президенте Республике Казахстан Марата Шибутова, руководители Адалды Галанов при Министерствах труда и социальной защиты населения, а также цифрового развития инноваций и агрокосмической промышленности Амира Сулейменова и Рафаэля Гасанова. В рамках проекта «Антикорлайф» состоялся онлайн-брифинг с участием директора департамента партнерства Расула Медетова, председателя комитета Министерства информации и общественного развития Мадьяра Кожахметова, руководителя республиканской специальной мониторинговой группы Айгуль Соловьевой касательно закона об общественном контроле, а также руководителя департамента стратегии и оперативного управления Нурлана Жаксинбетова по итогам работы колл-центра агентства за 9 месяцев и Даниара Бегайдарова об оперативно-следственной деятельности агентства. В целом во всех территориальных департаментах проведено 155 прямых эфиров с участием 133 внешних экспертов-спикеров и представителей различных сфер. В агентстве состоялось онлайн-совещание, посвященное работе проектного офиса Адалда Галага за 9 месяцев. На совещании с участием сотрудников агентства, руководителей заинтересованных органов и территориальных Адалда Галага обсуждены основные направления деятельности проектного офиса, вопросы повышения общественного контроля и устранения коррупционных рисков. На этой неделе с участием руководителей территориальных департаментов и представителей местных государственных органов в городе Жанао-Зен Магисталовской области открылся Акимат сервисного типа, предназначенный для обеспечения открытости и доступности государственных учреждений, быстрого и качественного обслуживания граждан. В рамках проекта Адал Кумик, предоставляющего бесплатную правовую помощь агентствам в территориальных антикорцентрах, проведено 279 прямых эфиров с охватом около 118 тысяч человек. Было организовано 9 встреч, опубликовано 40 разъяснительных видеороликов. На этой неделе руководитель данного проекта адвокат Айман Умарова провела онлайн-консультацию для жителей Атараусской области, охват которой составил 8 тысяч человек. Антикоррупционная служба увеличила показатели по возмещению ущерба государству. За последние 5 лет и 9 месяцев текущего года государству возмещено порядка 110 миллиардов тенге из установленных 158 миллиардов 3 миллионов тенге. Следует отметить, что показатели по возмещению за 9 месяцев текущего года вдвое превысили показатели 2019 года и достигли показателей последних двух лет. За прошедшие 2 недели антикоррупционной службой зарегистрировано более 90 досудебных расследований, задержано 7 должностных лиц, применено меры пресечения, содержание под стражей в отношении 4 лиц. Возмещено более 244 миллионов тенге. Начато досудебное расследование в отношении заместителя Акима района и руководителя государственного учреждения отдела архитектуры и градостроительства одного из районов области по подозрению в получении взятки в сумме 800 тысяч тенге. В Карагандинской области изобличены заместитель руководителя и главный специалист одного из управления Акимата Карагандинской области по факту получения взятки на общую сумму 1 миллион тенге. Антикоррупционной службой города Алматы задержан директор городского патологоанатомического бюро, который подозревался в получении взятки от предпринимателя в размере 14 миллионов тенге. В отношении подозреваемого санкционировано меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Начато расследование в отношении экс-начальника военного госпиталя города Талдыкурган и бывшие главные медсестры указанного госпиталя по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в получении денежных средств в размере 50% от поступившей работнику госпиталя надбавки за работу в борьбе с COVID-19 в сумме 1 миллиона тенге. В Магисталской области ведется досудебное расследование по факту получения взятки в отношении руководства районного отдела жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог. Ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по выполнению некачественных работ в ходе строительства дорог в Монолинском районе. Также расследуется факт хищения бюджетных средств руководством службы обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Восточно-Казахстанской области. За две недели по ранее оконченным антикоррупционной службой уголовным делам состоялось 29 обвинительных приговоров в отношении 37 лиц, 15 из которых руководители различного уровня. В частности, приговором от Раусского городского суда руководитель департамента государственных доходов области Жумухамбетов приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговором с Арагашского районного суда судья районного специализированного административного суда Сасимбаев к 3 годам лишения свободы. Экс-руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Бекенов к 7 годам лишения свободы. Вместе с тем, по фактам хищения осуждено 9 лиц. За мошенничество – 12, за дачу взятки – 13, за получение взятки – 9 и за злоупотребление должностными полномочиями – 2 лица. Если вам известно о фактах коррупции, просим обращаться в Коу-центр агентства 1424. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы агентства и его территориальных департаментов с 12 по 16 октября. Специальный выпуск новостей будет опубликован на официальном сайте и на аккаунтах агентства в социальных сетях, указанных на экране. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok